Это утро под серебряным дождем. Честно говоря, бабка это как раз мы не к возрасту, а скорее к, так скажем, ну вот знаете, вот эти люди, которые приходят поругаться и ведут себя не очень правильно. Вот и хочется бабками называть, но это ни в коем случае не про возраст. Так, возвращаемся к фильмам. Из еще очень любопытного, чтобы я, наверное, посоветовала вам посмотреть на больших экранах, это независимый фильм, который, кстати, насколько я знаю, собирал на продакшн на деньги через краумфандинг, а называется он Микулай. И это такой фолк-хоррор, знаете, в стиле примерно солнцестояния Ариастера, если кто знает, с Виктором Сухоруховым, между прочим, в главной роли. Класс. Там еще засветилась, например, Ван Добронравов и Варвара Шмыкова, если вот кому интересно, такие популярные достаточно актеры. Рассказывается там, собственно, про Микулая, который живет в таком интересном поселении. Насколько я поняла, это поселение татар, которые исповедуют православие. Оказывается, такое бывает, это определенный народ. Есть такое. Да, они живут очень там в закрытом таким комьюнити, к ним практически никто не приезжает. Так вот, у Микулай, который уже достаточно взрослый, скажем так, у него есть молодая жена, которая беременна, у него все хорошо, но в какой-то момент в деревню приезжает его незаконно рожденный когда-то давно сын, который, ну, просто вот нашел отца, наконец-то приехал и хочет его то ли оттуда забрать, то ли еще что-то. И молодой человек понимает, что что-то там не так, а какие-то странные все эти жители, какие-то странные ритуалы они проводят, и вообще непонятно к чему все это. В общем, очень такой сюрреалистичный, необычный вообще для российского кинематографа фильм, снятый молодым режиссером. И на самом деле выглядит он достаточно любопытно, мне кажется, можно его посмотреть. Интересно, что они его сняли на деньги, полученные от краудфандинга, но тем не менее. Да, не целиком, но частично они точно собирали. Смотри, Виктор Сухоруков, да, Ван Рао, Варя Шмыкова. Актер-то требует гонорар к себе определенного. А тут, мне кажется, наверное, скорее уже была такая творческая работа, когда ты работаешь ради этой работы, поэтому вот из таких фильмов иногда что-то выстреливает. Что вселяет надежду в том, что действительно фильм будет качественный, если такого рода актеры согласились в нем играть. Да, да, да. Что еще касается триллеров и хорроров, вот, например, выходит на экран испанский триллер, который называется «Яростный волк». Он рассказывает про детектива, который выслеживает маньяка, который, в свою очередь, охотится за детьми, но превышает должностные полномочия, его, собственно, отстраняют от участия в этом деле. И он тогда уже, не являясь, по сути, там, детективом, все равно решает продолжать. Он объединяется с одной из матерей, которая ищет своего пропавшего ребенка, который, скорее всего, тоже попал в руки этого маньяка. И, в общем, они вместе будут разыскивать вот этого вот человека, который уничтожает детей. В общем, «Яростный волк», как всегда, очень красивый актер. Испания, собственно, в триллерах поднаторела, поэтому, думаю, может быть, все и неплохо. Еще США... Прости, да, я не можешь говорить, тут спрашивают нас из трансляции, новый фильм Франсуа Азона выйдет в кинотеатрах? Да, он выходит в кинотеатры. Да, мы уже про него как раз рассказывали, он называется «Мое преступление». С этого вот, с сегодняшнего дня он, собственно, уже на больших экранах. Еще один хоррор, который выходит на этой неделе, называется «Шкатулка проклятия шепота ведьмы». Это снова сложное название, спасибо российским локализаторам. Рассказывает он про Абу, которая переезжает с мужем в новый дом и получает от соседки, старушки, такой очень миленький, необычный подарок, такую старинную шкатулку. Она ее открывает и в какой-то момент понимает, что начинает после того, как открыла эту шкатулку, слышать голоса ведьм каких-то. Ящик Пандоры. Что-то ей нашептывает, она не понимает, что, и, видимо, ей придется разгадать загадку вот этой странной шкатулки, вот этих вот ведьминских нашептываний, к чему бы все это ни вело. А «Любопытный боевик» выходит тоже на экраны, сняли его в Мексике, но снял его замечательный режиссер Ник Косовьетис, если вы смотрели, например. Ник Косовьетис, конечно. Да, фильм «Дневник памяти» или «Альфа-Док», это все снял он. И главную роль там исполняет Николай Костер Вальдау, кто смотрел «Игру престолов», тот знает, что он играл Джейми Ланнистера. То есть это такой красивый, в первую очередь, мужчина, неплохой актер на самом деле. Он играет детектива, на семью которого нападают сектанты, жену он теряет, а вот дочку у него крадут эти сектанты, причем они сатанисты, увозят куда-то в Мексику, и теперь вот главному герою предстоит к этим сатанистам внедриться, так скажем, к ним в секту. Да, он это делает с помощью девушки, которая же из этой секты вышла и хочет им очень отомстить. И на самом деле это очень бодрый такой и мрачный в то же время боевик, с очень большим количеством сцен насилия, если кого-то это пугает, но выглядит очень классно, правда. Мне захотелось смотреть. Он это «Пуле» называется? Да, он это «Пуле» называется. Ну что ж, давайте тогда сделаем очередную коммерческо-музыкальную паузу, сразу после короткой рекламы «Part of Stellar» с Якота Heavens Radio, и после этого мы соединимся с Евгением Евгеньевичем. С Юрием Евгеньевичем Березкиным, и поговорим о том, как вообще появились индейцы в той же самой Северной Америке. Немножечко антропологии и антографии. В дуальной студии Юрия Евгеньевича Березкина, доктор исторических наук, заведующего отделом Америки Музея антропологии и антографии Российской Академии наук, и профессора факультета антропологии Европейского университета Санкт-Петербурга. Юрий Евгеньевич, доброе утро вам. Доброе утро. Здравствуйте. Поговорим, собственно говоря, немножечко об истории. Да. А в данном случае почему-то нам показалось интересным поговорить об индейцах, о Северной Америке. Потому что это действительно невероятно интересная цивилизация. Ну, мы много слышим. О которой мы мало знаем, как ни странно. И которые говорят, что предвосхитили кучу всяких событий, которые происходили на планете позже. Юрий Евгеньевич, сразу же, простите за банальный и неграмотный вопрос. А как они вообще там появились, в этой части земного шарика? Ну, появиться им было так трудно. Дело в том, что в предниковый период море был ниже. Поэтому Америка соединялась с Азией с сухопутным мостом. Но, строго говоря, даже если бы этого моста не было, переплыть Берингов пролив, ни одномойский мост он никогда труда не составлял. Там острова все летают во острове. Вопрос, почему они появились так поздно. Потому что они могли бы еще туда, я не знаю, 30 тысяч лет назад добраться, еще до ледникового максимума. Но современные данные об этом не свидетельствуют. И вот, где-то 24 тысячи лет назад стало очень холодно. Человечество прошло через бутылочное горло, но не то, что совсем вымерло, но было очень плохо. Самое сильное похолодание за многие миллионы лет. И вот, после этого, где-то 15 тысяч лет назад, люди туда проняли. А вот откуда они конкретно пришли, это вопрос довольно сложный. Потому что вот так прямо, что называется, пинь-поинт, указать пальцем на места, на места, где жили предки индейцы, мы до сих пор не можем. Ясно, что в Азии. Кто-то в Сибири, кто-то в Восточной Азии. Это уже вопрос следующий. Но культура у них была уникальна, Юрий Генщик. Культура у них была та, которая была у них в Азии. Она была не уникальна, они просто пришли и за них. Но дело в том, что они принесли туда два разных типа культуры, это можно много сказать, но очень разные. Вот если сравнивать Амазонию по культуре, ритуалы, мифы, многие вещи, то знаете, на кого это больше похоже? На меланезию и прочее. Далеко в меланезии от Амазонии. Соответственно, меланезийцы в Америку не плавали, никто не плавал. Это значит, что когда-то культура такого типа была там в Арктике. А вот если сравнивать Аляску, ну понятно, она больше похожа на Сибирь. Но похоже-то похоже, но есть отличия. Вот последние, кто туда пришел, это были предки эскимосов. Даже, может быть, они не на эскимосском языке говорили, трудно сказать, но как он. Это было пять тысяч лет назад. Но по культуре это были предки эскимосов. Они заселили американскую Арктику, которая тогда освободилась от льда. Просто раньше там был ледник или восьмом точнее, было слишком холодно. Но вот это про то, как они пришли. Юрий Евгеньевич, а вообще вот чем глобально, так скажем, культура индейцев отличается от народов Евразии? Она отличается. И вы знаете, она отличается... Это интересный вопрос, гораздо интереснее, чем вы думаете. Вообще, зачем индейцев изучать? Почему они так интересны? Когда-то, ну лет 60 назад, мне это было интересно, потому что, ну да, вот экзотика такая, инки. Никто в России вообще про тех инков не писал, ничего не знал. Ну и дальше это перестало быть экзотикой, раз и много времени прошло. Но, тем не менее, это интересно. Вот почему. Дело в том, что существует два подхода к истории, два представления о том, как мы вообще существуем. Не только к истории, а и биологии, к жизни, и вообще к космосу, и что угодно. Согласно одному, есть некоторые законы. Вот кто-то, Господь Бог или непонятно кто, вот объявил, значит, мы должны... Должна быть обезьяна, потом должен быть человек. Должен быть первобытный общинный строй, потом рабовладельческий, потом феодальный. И все это проще бредать. Но, на самом деле, здесь все это совершенно не так. История непредсказуемая. Единственное, что в ней действительно закономерно, это усложнение. Ну, по крайней мере, так все время все сложнее и сложнее. А вот как получится, это Бог его знает. И так как мы все живем в Евразии, и так как в пределах Евразии, ну, и северной Африки тоже, конечно, культура... Ну, все время мы контактировали друг с другом. На протяжении 45 тысяч лет все время эти контакты были. То наши культуры так это усреднились. И нам кажется, что то, что у нас есть, так и должно быть. Ничего не должно быть. Это так получилось. Американские индейцы, вот если бы они прямо из Африки 50 тысяч лет скакнули в Америку, вот это было бы да. Вот это был бы настоящий эксперимент, было бы захватывающий. К сожалению, это не получилось. И они попали туда довольно поздно. 15 тысяч лет это уже совсем, там, сколько там, 13 тысяч лет на Передней Азии начинается строительство монументальных сооружений, сложное общество. А индейцы только туда попали. Но, тем не менее, все-таки давно. И вот сравнивая, что похоже у индейцев с народами Евразии, вот тут мы начинаем немножко понимать, что закономерно, более-менее, а что вот совсем не обязательно. Вот такая история. Теперь, продолжая эту замечательную тему, вот я вам приведу два примера относительно того, что закономерно, что минус. Когда-то, до середины 20 века, куда этих индейцев девать, было совершенно понятно. Потому что они разные, там, и цивилизации, и какие-то охотники-собиратели, еще угодно. И поэтому они так были немножко в стороне. Которые охотники-собиратели, с ними все в порядке. А вот цивилизации непонятно, куда их девать. И в 49-м году, 1900, среди прочих, была такая книжка «Средневековое искусство Америки». Что там были? Какое средневековье в Америке? Для нас это абсурд. А для них 70 лет назад это не было абсурда. Но я не говорю, что он один это придумал. Но все-таки ворота большая был такой замечательный американский антрополог-исследователь Джолиан Стюарт. И он первый ясно догадался, что древняя цивилизация Америки похожа на древнюю цивилизацию Переднязия. Ну, вообще, особенно Анды, особенно Перу. Перу и Переднязия. Вот здесь у нас ирригация, там у нас ирригация. Здесь у нас земледелие, скотоводство, там земледелие. Ну, скотоводство, ну, ламы, ламы, альпатия. Здесь у нас медь, а потом бронза, и там у нас медь, и потом бронза. Все замечательно. Просто логика, история, вот она, ясно. Но чем больше мы на это смотрим, тем больше оказывается, что ни одну культуру Древней Америки, в частности, те же Центральных Хронов, инков там всяких, мочи, мочи, Канаска, неважно какую, нельзя напрямую сравнить ни с одной культурой Древней Передней Азии. Да и Китай, и вообще ничего. Они все разные. Вот при взгляде с Луны, да, действительно такая закономерная вещь. А вот чуть поближе, вот все устроено по-другому. Ну, вот возьмите, например, такую простую вещь как золото. Все знают, что злодеи испанцы вот ограбили. И португальцы там вот и так далее, да. Да, отняли у них золото, а потом, соответственно, капитан Дрейк оснял золото у испанцев. Ну, дело было немножко сложнее. Да, и есть такая замечательная байка вроде, ну, может быть, это и правда, а может, не правда, что писар, ну, а то у Альпы, или кто там спросил писару, зачем вам это так золото, что вы едите. И никому не приходит в голову спросить, а индейцам зачем золото? Чтобы испанцам его забрать, оно должно было быть тоннами у индейцев. А они-то зачем, ну, капель вообще. Ну, зачем? Вот интересно. И вот тут любопытно. С одной стороны, они копили его ровно для того, для того, чего его копили европейцы Азиаты. Золото, это сокровище, сокровище дает власть. Все, понятно. Власть нужна была испанцам, власть нужна была им. Но механизм другой. Вот в Европе, да и, собственно говоря, уже давно на Востоке, не ручаясь за древнее царство Египта, все-таки довольно мало знаю, но так, последние четыре тысячи лет, если у вас есть золото, то вы обладаете властью. То есть вы нашли клад. Ну, конечно, хан там, халиф постарается вас отнять. Но вот если не отнимет, то это ваш путь к успеху. Вы дальше там что-то купите. Ну, это же зависит от ситуации. А вот у инков вы не могли найти клад, если бы его нашли. У них не было клада. Но если бы его нашли, ничего вам хорошего не светило, потому что его даже не отобрали бы, а просто вас тут же убили. Это святотанство. Человек, не принадлежащий к высшим слоям общества, не имеет права обладать золотом и серебром. Это привилегия инков или местные знати. А почему это привилегия? Потому что если у вас есть золото, вы близки к богам. А если вы близки к богам, у вас есть мандат на управление. То есть золото... Результат тот же самый. Есть золото, есть власть. Но механизм другой. Есть золото, есть близость к богам. Есть близость к богам, у вас есть право управлять. Вот нюанс такой, но тем не менее он очень важен. Ну, там дело, мне кажется, не только в детском металле. Попрактически, если я не прав, Юрий Евгеньевич. Ну, они же поклонялись богу солнцу. У них же вот это все. И отсюда золото, наверное, у них привлекалось. Разным богам поклонялись. Ну, разным, да. Но солнцу у них было... И поклонялись. Понимаете, вообще, вот когда испанцы пришли в Мексику, им было вообще-то все ясно, куда они попали. Ну, царство дьявола, ну, понятно. Обладел их дьяволом, там, людоедство, жертвоприношение. И когда они от этого, этих людей избавили, они им раздали дворянство, естественно, но все нормально, христиане. Все понятно. С Мексикой им было более-менее понятно. А вот с Сандами на самом деле было плохо память. И они документов-то толком не оставили эпохи конкисты. И сами имки ничего не оставили. Они не писали. Они создали такую систему, которая позволяет контролировать хозяйственный процесс, так называемое зелковое письмо. Может, они даже и исторические события записывали, но это не доказательная проверка, мы не знаем. Короче говоря, испанцы эти кипу из зелкового письма не считали. И вот, соответственно, они, испанцы, когда пришли, непонятно было, что это такое. И все данные об инках, ну, сколько-нибудь подробнее уже, они относятся не ко времени испанского вырывания, а на поколения, на два и даже на три поколения позже. То есть это уже, на самом деле, не совсем аутентичная информация. Вот это большая проблема, потому что мы не можем посмотреть на инков изнутри. Но я вам приведу такой пример. У инков роскошная апуальянтай, такая драма, потому что инская культура в 17 веке столичная, она процветала. Ритуалы там, кубки, росписи, они стали христианами, но это так немножко формально. А так это все было довольно хорошо. И вот, соответственно, театр, театр, у инков, апуальянтай. И тема какая, там два строителя канала, кто достроит свой канал первый, тот получит руку принцессы Ньюстер. Везумеетно, все красиво. Все красиво, но только эти истории про двух строителей канала. Известно от таджиков до переней. Это средиземноморская вот такая тема. Я не могу отдать руку или ногу, что это заимствование, но это очень. И вообще индейцы Перу очень много быстро заимствовали от испанцев. Вот фольклор, то, что записано про индскую мифологию, ну не индскую, естественно, индейскую уже, в 20 веке, там разбираться и разбираться, что это заимствовано, что у них по наследству попало. В общем, дело темное. Короче говоря, кому поклонялись синки, это не точно одному богу. Это некоторое сообщество божеств, которые то сливаются в одно, то разделяются пополам. Деракочий Млечный путь, темная сторона, солнце Инти, значит, светлая сторона, но это не только солнце в полдень, это еще там солнце на закат и солнце на востоке, это еще луна. Луна как бы его сестра и одновременно жена, так же, как у Инти, то же самое. Ну, короче говоря, это совсем не похоже на то, что мы привыкли, зная христианскую мифологию или античную. Это другое. Это вот так. Но так или иначе они ассоциировали золото с солнцем нормально, а серебро с луной. Но к этому я бы хотел добавить. Это у инков действительно похоже. А в Мексике ничего такого не было. Мексиканцы заимствовали золото и медь из Перу, но через Эквадор, через Центральную Америку, это было где-то, ну, точно не раньше конца шестого лета. И так до самого прихода испанцев майя жили, ну, практически, точно можно было бы сказать, в каменном виде. Вот если бы из Мексики все это золото убрать вместе с медью, то с мексиканской цивилизацией ничего особенного бы не случилось. И с перуанской случилось бы, у них металлы играли гораздо большую роль. Но это не была бы катастрофа. А убрать металлы из Египта или Шумера, ну, это была бы катастрофа. Юрий Евгеньевич, нам нужно сделать небольшой перерыв, если позволите, минуточек на пять. Послушаем сейчас бизнес-новости под серебряным дождем и продолжим потом, мне кажется, чрезвычайно интересный разговор. Если у вас, наших уважаемых слушателей, есть какие-то вопросы, плюс 7903-797-6333. Бизнес-новости. Это утро под серебряным дождем. Юрий Евгеньевич Березкин у нас на связи, доктор исторических наук и профессор факультета антропологии Европейского университета Санкт-Петербург. Бух, сколько у нас вопросов. Да, Юрий Евгеньевич, держитесь, вопросов у нас масса. Мы, честно говоря, даже не ожидали, что тема индейцев вызовет такой живой отклик у нашей уважаемой аудитории. Давайте с вопросов начнем, наверное, Таня Альцин. У мормонов, давайте я озвучу то, что не успели вы ответить в рамках трансляции. У мормонов церковь Иисуса Христа святых последних дней. Своя версия, как появились индейцы в Америке. Они утверждают, что по воле Бога часть уидеев переправилась через большие воды и основали поселения в Америке. Зачем из-за раздоров разделились на два племени? Многие со временем ушли на север. И знакомы ли вы, Юрий Евгеньевич, с этой теорией? Да, я знаком. Теория объявилась сразу же после открытия Америки. Но большинство испанцев не относилось к ней серьезно даже в то время. Все, в общем, знали, что индейцы пришли из Азии. Откуда еще? Но она была так, среди маргиналов таких, мистиков, она была. Это связано с тем, что когда ассирийцы взяли Самарею, захватили, то они увели в плен эти колены Израиля. Либо остались только колена, соответственно, Иосифа и Ниамина. А остальные куда-то там рассеялись. Ну, естественно, рассеялись в Месопотамии. А вот не могут же колены Израиля куда-то деться, и вот, соответственно, дальше они туда попали. Ну, это без комментариев, ну, это чушь, естественно. Но поскольку это некая религиозная доктрина, я не хочу никого обижать, но если они так верят, ну, и ради Бога. Ради Бога. Юрий Евгеньевич, вот еще у нас Алексей спрашивает. Расскажите, пожалуйста, про тофаларов. Насколько они похожи на американских индейцев? Ну, это интересный вопрос. Тофалары конкретно на индейцев похожи, ну, не сильно больше, чем тувинцы. Но вообще одна из прародин индейцев, ну, что значит прародин? Это такое, это слишком долго объяснять. Но по совокупности, вот физический признак, именно по совокупности некоторой усредненности, кое-что, вот именно Южная Сибирь, она напоминает индейцев. А почему тофалары выплыли? Потому что у тофаларов, ну, они немножко таки изолированы. Они же поздно перешли на индейский язык. Там был самодийский, кажется, а до этого, может, еще какой-нибудь... То есть это такая некоторая архаика, и кое-какие мотивы действительно у тофаларов и в мифологии американских индейцев есть. Но такие мотивы есть не только у тофаларов. Так что понятно, народы Сибири, чем архаичнее, тем лучше. Конечно, у них параллели с ним имеются. Конечно же, нам, Юрий Евгеньевич, неизменно и абсолютно логично, что припоминают знаменитый фильм Мэла Гибсона «Апокалипсис», который посвящен индейцам. Я смею спросить, вы знакомы с этим кинопроизведением? Да, естественно, я его с большим удовольствием посмотрел. И в отличие от многих, ну, многих, не знаю, зачем, не рычаясь, зарубежных специалистов, он мне понравился. Понравился? Потому что нас спрашивают, насколько он далек. Очень мне понравился. Я в нем вижу не этнографию. Понятно, что там такая этнография упрощенная. Кто вот эти люди, которые в лесу? Они кто? Лакондоны? Ну, лакондоны как-то они все-таки земледельцы, а тут непонятно, охотятся на кого-то. Это притча, это не этнография. И, соответственно, говорят... Ну, кстати, у меня приятель, он знает хорошо языки майя, он даже просто понимал, что они говорят. Но их учили. Они... Это юкатэкский язык, и их учили вот как-то. Вообще, они молодцы, они справились с этой задачей. Но там же не про этнографию. Там про то, что отношения между людьми, ненависть, страх, желание... Желание... Простите. Ничего страшного бывает. Желание остаться свободным, это, ну, условно говоря, общечеловеческие ценности. Или не ценности, или так сказать. То есть, индейцы такие же люди, как и европейцы. Это послание, да? Что цивилизация индейцев не лучше европейской. Это, безусловно, так. Конечно, она не лучшая. Но она и не сильно хуже. Она такая же. Это человеческие вещи. И это, конечно, сделано хорошо. Мне понравилось. Вы вот упомянули язык майя как раз. А нас вот тут вот просят отдельный эфир, посвященный Юрию Кнорзову сделать. Человеку, который расшифровал письменность майя. Коротко можете рассказать для тех, кто вообще не в курсе, что это за человек, и почему он так важен? Ну, скоро уже год, вот как мы отмечали его юбилей, и Юрий Валентинович Кнорзов, человек совершенно уникальный, он ни на кого не похож, ни во что не вписывается. Он, я думаю, что вот в результате этого обсуждения, да, он гений. Он именно гений. Но он гений, как многие. Гений странный. Он был, я не хочу сказать, он был сумасшедший. Нет, конечно. Но некоторые черты поведения у него были, конечно, странные. И он не имел, то есть прямых вот таких последователей, он не имеет. То есть у него есть люди, которые с огромным уважением к ним относятся, и стараются, так сказать, проверить, дополнить его данные. Но я бы сказал так, я не лингвист сам, я тоже немножко говорящий уже слов. Ну, почему его некоторые заключения так не очень понятны? Нет, что он расшифровал. В основном в этом нет сомнений. Но расшифровал принцип. А вот как дальше чтение, видите ли, наверное, так, что лингвиста, его уровня не появилось. Вот в мире сейчас нет человека, который бы мог критиковать Кнорозова как равный, а лучше как еще более высовый. И поэтому мы можем, конечно, склонить свои головы и так далее, но это немножко зависло, что ли. То есть рукописи, ну, рукописи давно прочитаны, эти надписи Майя читают, и даже там многое хорошо получается, но хорошо получается, если, ну, тот город захватил другое, это нормально. А вот как только там какой-то кролик сидит, и бог Эл, и что-то написано, что этот кролик делает или пишет, ну, черт его знает. Терзает смутные сомнения, как говорится. Да, вот, может быть так, а может быть и так. Но вы знаете, это касается не только Майя, это касается египетской иероглифики, я просто знаю. Не так там тоже все просто. Хотя, конечно, гораздо проще. Максим интересуется, знакомы ли вы с трудами Карлоса Кастанеды, и как можете оценить их достоверность? Вы знаете, это не имеет вообще никакого отношения к науке, это художественная литература, поэтому я к ней никак не отношусь, это не мой жанр. Я не буду читать Кастанеду, есть масса более интересных книг, но если вам нравится Кастанеда, ну, читайте, ради бога. Для общего познания. Я бы сказала, что это больше эзотерика такая, какая-то прикладная. Ну, естественно, художественная литература. Не более того. Георгий вот тут тоже спрашивает, читал, что хакасы перешли по суше и стали индейцами, якобы похожие тотемы верования. Так ли это? Нет, ну, это абсолютно не так, потому что где хакасы, хакаски это тюркский язык, вернее, там три языка было. Но тюркские языки вообще неглубокие, там, Максим, считающий, ваше, это третий век до нашей эры. Алтайские языки, монгольские, тюркские и тунгусские вместе, они гораздо глубже, я не знаю, сколько там, шесть, может быть, больше тысяч лет назад. Но где шесть или восемь тысяч лет назад и где заселение Америки? То есть ни один современный язык в Евразии не может считаться достоверно, родственно ни одному языку Америки. Есть одно исключение, это языки атапасков и тлинкитов, которые объединяются в группу на ДНР. Существует довольно высокая вероятность того, что они родственны китайскому, кетскому, буршаски, басскому, чеченскому и так далее, трансевразийским языкам. Но поскольку сама эта гипотеза этих языков, синокавказских, она тоже, ну, кто-то верит, кто-то не верит, я скорее готов, ну, все значит, я не лингвист, исторически это возможно. Но это касается только вот этих языков Аляски, которые пришли позже. В этом нет сомнений. А вот основные языки индейцев, это нельзя так. И тем более, хакасы, даже тюрки в целом, даже в целом аутайцы. Просто лингвистика так глубоко не достает, к сожалению. Дмитрий нас спрашивает, а все ли мегасооружения Южные, ну, и позволить добавить, Северной Америки уже найдены? Ну, те, которые принадлежали как раз индейцам. Ну, все, значит, мегасооружения трудно не найти. Мегасооружения главное, это Кахоке, это район города Миннеаполис, где Миссури спадает Миссисипи, там большая, это самая земляная пирамида и город, где, наверное, жил до 20 тысяч человек. Ну, в конце 12 века он был брошен, он больше никогда не обитался. Он существовал в веке два, наверное. Ну, вот это главные мегасооружения. А Мачо-Пи-Чо в Мексике в той же самой? Мачо-Пи-Чо это Перу. А, Перу. Чо-Пи-Чо это не мегасооружение, это загородная резиденция инков. Ну, как бы, город Пушкин или там, я не знаю, что еще, Новый Иерусалим, вот такой, вот тип такого. И инка там, ну, может быть, бывал, но никогда не жил. И такие загородные резиденции, они много где строились. Просто, ну, как-то он в живописном месте оказался, и вот так, раскручен. Это интересное место, да, безусловно, но это не что-то такое вот сверхъестественное. Но мегасооружения создавались, насколько мне известно, не случайно, и многие историки считают, что они предвосхитили какие-то открытия, они могли там чуть ли не будущее там рассказывать, у них было целое вот верование какие-то, и они, вот они открыли часы солнечные, очень много чего сделали, так сказать, для науки раньше всего того, что было... Мегасооружение, я имею в виду, вы имеете в виду монументальную... Да, монументальную я имею в виду, конечно. Монументальную архитектуру, вот первая монументальная архитектура, это самый-самый конец 11-го и начало, и все 10-е тысячелетия до нашей эры, это верховье это вот там. Еще охотники-собиратели, которые только вот переходят к выращиванию ячменей и пшеницы, даже еще не перешли еще в проекте у них это, ну, вот и первые такие монументальные сооружения. В общем, там, где появляются большие коллективы людей, они для того, чтобы как-то отметиться, и, вероятно, лидеры хотят свой престиж упрощить, и начинается строительство сооружений. Что-то такое шибко утилитарно полезное создать тогда невозможно, а вот создать какую-нибудь пирамиду или, соответственно, монолиты поставить, это в самый раз. Такие монументальные сооружения есть в любых ранних цивилизациях, и даже, собственно говоря, до государственной эпохи. Вот самое большое европейские, это еще до бронзового века, Брунобойн в Ирландии, это где-то 330 до нашей эры, они равны тогдашним египетским, вот первые, еще не настоящие пирамиды, такие, мастабы, как назывались, ну, примерно сопоставимы, только в Ирландии. Но, видите ли, я думаю, что каждый взрывомысший человек, тут не надо объяснять, никак не связывает это ни с какими знаниями, ничем, довольно простенькие вещи. Что касается солнечных часов, ну, их придумать, вообще-то, не очень трудно. Вообще, что там знали американские индейцы, ну, что-то знали, да, там, какие-то наблюдения там за солнцем, они наверняка вели. Так это много кто вел, и в Бронзовом веке, наверное, даже в неолите Европы это вполне могли лезти. Это довольно очевидно, почему бы их не везти. Юрий Евгеньевич, просто очень часто вот эти цивилизации, их связывают с каким-то мистическим якобы знанием, вот, и всегда говорят, что это парадокс, что они так много там знали, не знаю, о космосах, о космосе, изобрели цифры, но при этом не изобрели колеса, и вот этот вот парадокс всегда всех удивлял. А тут, получается, ничего мистического нет. Тут, вы знаете, во-первых, мистика есть мистика, если кто-то хочет верить мистику, ну, я ничего не могу сделать, ну, такой человек, ну, верите даже. А что касается знаний, то, во-первых, насчет колеса, ну, колесо они, что тут придумать колесо, естественно, его придумали. И в Мексике эти игрушки на колесиках, и в Андах придумали гончарный круг быстрого вращения, и токарный станок, ну, покрутили и бросили, а что с ним делать? Технология другая, она не прижилась. Придумать колесо совершенно нетрудно. Покатили бревно по склону, вот вам колесо. А трудно сделать повозку, и трудно ее сделать такую, чтобы ее можно использовать. Вот это да, это трудно. Вот китайцы без колеса легко жили, пока им европейцы из степи это колесо с колесницей не привезли. Ну, тогда они это запрягли, привезен на имя же лошадь, но все поменял. То есть, в этом во всем нет никаких таких загадок в этом смысле. Люди жили всегда, как всегда. Они боролись за престиж, вошь хотел, чтобы он был самый главный. Если этому вождю важнее всего для его поднятия престижа, чем у него был бронзовый топор, он добудет бронзовый топор. Если ему надо построить пирамиду, он пирамиду построит. И как-то так поведит других, что это надо делать. Или народ сам так вот, давайте построим, что большого соседа такого нет. это разные механизмы этого дела, но человеческая природа, она от наших обезьяноподобных предков не сильно изменила. Нравится мне обезьяноподобные. Я перепутал несколько мачу-пикши с Теотиуканом, где мне удалось как-то побывать. Это вот как раз в Мексике, один из древнейших городов, считается. Это не древнейший город, но это самый большой. Теотиукан был центром всего этого дела. Центром. Вокруг Теотиукана его влияние распространялось практически на всю Мезоамерику, включая территорию Майя. Майя считается их так толкнул туда Теотиукан. И они его строили довольно долго, пару веков, а потом перестали строить, стали жить около него. есть предположение, это не на 100%, конечно, что когда вот этот вулкан в Сальвадоре рванул в 536 году, наверное, это было, когда Скандинавия обезлюдила, но, конечно, Теотиукану тоже досталось, поэтому все рухнуло. Но это отдельная история, я не буду ручаться, что это все верно так. Большое человеческое спасибо. Мы скажем Юрию Евгеньевичу Березкину, доктор исторических наук, профессора факультета антропологии Европейского университета Санкт-Петербурга. Юрий Евгеньевич, спасибо вам большое за столь интересный рассказ, вы не представляете, какое количество смс-сообщений одобряющих вашу присутствие. Сколько вам благодарностей. Сколько вам благодарностей. Юрий Евгеньевич, спасибо, хорошего вам дня. Спасибо вам, спасибо слушайте. Утро под серебряным дождем. Ну, во-первых, мы всенепременно должны ответить тем, кто прислал активно фотографии себя и любимцев на наш знамечательный конкурс. Да, ребят, не переживайте, пожалуйста, все нормально, ваши котики и собачки обязательно появятся, просто вчера был такой наплыв, мы просто активно вчера анонсировали, и все, видимо, в последний день, как это всегда бывает, знаешь, перед сдачей диплома, да, в последнюю ночь. вчера просто было столько, много вновь прибывших, а нам их надо тоже отобрать, нужно немножко там кое-что подкорректировать, и у нас вчера ребята немножко в зашивке были, поэтому, возможно, всех еще не успели отработать и выложить на сайт, но все там появятся. Мы вообще, в принципе, так прикинули, исходя из того количества сообщений, что получили, и, наверное, возьмем, простите, господа, недельку. Итоги подведем 28 числа в среду, вечером, в вечернем эфире Серебряного дождя с Дарьей Гордеевой, там как раз-таки подведем итоги этого конкурса, давайте нам немножечко разобраться. Умку мы отогнали, корм стоит, мы его закрыли, собственно говоря, специальной дверцей, чтобы наша дорогая Ума ничего не съела. Конечно же, Юрий Евгеньевич, мы, наверное, еще пригласим как-нибудь к нам в эфир, потому что Да, я думаю, что мы будем даже конкретно поговорить про каждую отдельную цивилизацию, и про инков, и про майя, и про ацтеков, и, может быть, про кого-то еще даже. Особенно забавно реагировать на ваши вопросы. Вы действительно считаете, что они сами построили пирамиды? Или вот нам в трансляции пишут, пирамиды — это реновация поселения инопланетян? Согласна. Возможно. Мы так глубоко не копаем. Нет, ну, слушай, но действительно же очень много вот этих теорий, связанных с теориями заговора, что кто-то там это построил когда-то, инопланетяне прилетали, общались со всеми этими цивилизациями. Да, и вообще, то же самое Мачу-Пикчу, Теотиукан, если на них посмотреть, ну, их устройство, это очень похоже на взлетно-посадочную полосу. А это очень мне нравится, как ученый, который все-таки, так скажем, разбирается в этом вопросе, говорит, ребят, они просто были люди, они строили, потому что им надо было. Но кто-то же в первые кадры фильма «Пятый элемент» тоже за чистую монету принял, чтобы прилетел к пирамиде, вот это вот, ну, понимаешь, что там было. Кто-то же в это верит. Как бы то ни было, давайте небольшой анонс того, что у нас будет впереди. Прежде всего, конечно же, Виктор Кириллович Набутов, Набутов здесь, у него сегодня в гостях Ройтеберг Григорий Ефимович, президент АО «Медицина». Что нового в оборудованной диагностике? Искусственный интеллект, насколько он применяется в современной российской медицине. Кстати, по этому поводу в телеграм-канале «Серебряного дождя» есть небольшой опрос. Мы спрашиваем вас, как вы оцениваете современную российскую медицину. Итоги мы сейчас озвучивать не будем, они нам, конечно же, известны. Оставим это, наверное, Виктору Кирилловичу. Ну да. Он как раз-таки озвудит итоги. Что же у нас потом? Потом у нас уже вечер, скорее, настанет, анализирую. Особые мудрости. А, особые мудрости. Как же, как же. Сегодня у Виктора прям сплошная медицина. Целый час. Так что готовьтесь. В 11 у нас... У нас не будет сегодня? Подскажите, пожалуйста. Паша Кириллов у нас все еще в отпуске до конца этой недели. Паша Кириллов, да, так. Мы не ожидали, что они улетели. Мы просто не застали факта их прилета. Просто нужно найти ближайшего к вам рептилоида, так скажем, и спросить у него. Вот он-то точно знает. Может быть, может быть. Может быть, он действительно точно и знает ответ на этот вопрос. Может быть, он как раз-таки знает даже ту дату, когда они прилетели на нашу замечательную планетку. В 16.00 вечер под серебряным дождем. И информационная составляющая начнется с Дарьи Гордеевой. Да, сегодня анализирую. Это будет программа. И затем два часа, как всегда, в новостном формате. А ты не знаешь, кто сегодня будет у Даши в гостях анализировать? Знаю, но не скажу. Это секрет. Ну вот. Послушайте обязательно. Ну вот на самом интересном месте, Таня. Не могу, не могу. Но, правда, будет очень интересно. Присоединяйтесь. Да, доброе утро. Давайте быстрее уже, быстрее мы прилетели. И уже есть сообщение от инопланетян. Привет, земляне. Оставляем вас, пожалуй, что с этим. До завтра. Завтра начнем с винила. Ох, какое железное. Немножечко будет начало с Александром Анатольевичем Анечкиным. Впрочем, вы наверняка слышали анонс в эфире «Серебряного дождя». Татьяна Котина. Андрей Устьев. Хорошего вам дня. Берегите себя.